КОРОЛЕВСКИЙ БАЛЕТ 12 лет назад здание сгорело, и его так и не восстановили, но душа королевского балета все еще живет среди руин. Многие танцоры не могут оставить это символическое место. Их преданность театру и решимость репетировать именно здесь, несмотря на ужасные условия, это своеобразный протест против того, чтобы королевский балет отдалялся от короля и двора и стал обычной труппой. Ночи Анкора уже через несколько дней. Профессора и ученики неустанно работают над последними деталями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кун обучает свою дочь строго. Как и мать, Ширеви танцует мужские партии, где нужна определенная физическая сила. Сати работает со Ширика гораздо мягче. Ширика станет отражением Сати, ее преемницей. Именно так искусство кхмерского танца передается от поколения к поколению уже тысячу лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ярко-оранжевый королевский дворец, традиционно был резиденцией королевского балета. Сегодня это туристическая достопримечательность, и танцевать здесь запрещено. Принцессе Деви, чтобы побывать в своих покоях, теперь надо получить разрешение. Здесь королевский балет репетировал каждое утро. Моя бабушка вела репетиции с 7 до 11. Когда я была маленькой, бабушка позаботилась обо мне. По утрам я приходила и подражала движениям танца. Я бывала здесь уже лет с 4 или с 4 с половиной. Позже я поняла, что такое королевский балет. Любимой бабушкой принцессы Бупи Деви была королева Косомак. Благодаря страсти и настойчивости королева возродила королевский балет, пребывавший в литургическом сне уже сотню лет. Она обновила репертуар, чтобы он был более понятным. Нарушив протокол, она разрешила внучке танцевать в королевском балете, и это позволило принцессе стать прекрасной танцовщицей. В 1960 году моя бабушка, королева Косомак, мать моего отца, короля Нарадома Сианука, создала танец белой абсары. Я первая стала танцевать эту партию, и с тех пор меня знают как белую абсару. Я белая абсара той эпохи. После меня много кто танцевал эту партию. За день до представления каждый угол развалин театра превращается во временную костюмерную. Королевский балет содержит на очень скудные средства. Сим Монтана, бывшая танцовщица и хореограф, напрягает зрение в темной комнате. Создание костюмов и аксессуаров держится на абсолютной преданности этих женщин к мерзкому танцу. Шрика Шрика примеряет костюм белой абсары, который она наденет в ангоре впервые. Швеи трудятся днем и ночью, чтобы все костюмы были готовы вовремя. Вышивка с золотой нитью – кропотливое занятие, требующее большого внимания. Если бы балет полностью оплачивал труд швей и вышивальщиц, костюмы были бы бесценными. Именно благодаря упорству и бескорыстию этих женщин королевский балет держится на плаву. Сложенные ладони Шрика выражают ее почтительность в духу танца. Когда кун надевает на голову девочки Тиару, Шрика входит в роль. Я так рада видеть, как мои девочки одеваются для танца абсары. Я вспоминаю себя в их возрасте, до того, как к власти пришел Палпот. Я очень рада, что мои дочери танцуют вместо меня. Они обе продолжат наше дело, и это гарантирует преемственность в классическом танце. Я хотела иметь девочку, чтобы она сменила меня. Будда дал мне двух дочерей, которые займут мое место и продолжат классический танец. Субтитры подогнали Симон. Труппа собралась у входа в храм Ангкор для обряда подношения духом танца. Через несколько часов вспыхнут прожектора и начнется великолепное представление ночи Ангкора. МТА, седовласая женщина, благословляющая танцовщицу, это живая легенда традиционного кхмерского танца. Ее талант поражал весь двор и всю страну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok